У нас вообще какой план? Мы просто шпилим и общаемся? Да, мы уже кстати в эфире. Да? Привет. Всем привет. Так. Так, напишите ребятки слышно ли нас? Как всегда, пару минут ждем отзывов, предложений. Чатик я у вас вижу. Да, все хорошо, все хорошо. Ну хорошо, раз вы меня слышите, тогда я приветствую вас, мои дорогие зрители на StopGame. StopGame.ru Вы смотрите, разумеется, StopGame.ru и сегодня у меня в эфире игра «Пираты» про космические, вернее, воздушные кораблики. И у меня сегодня гость Алексей, который главный по этим корабликам, который будет отвечать на ваши и мои сложные, простые и наверняка очень смешные в том числе вопросы. Так что готовьте свои блокнотики, записывайте все. Мы обязательно рассмотрим ваши пожелания и вопросы. Так вот, значит, кораблики с виду напоминающие, по крайней мере, в меню по интерфейсу всем знакомые танки. Это экшен, в котором надо убивать вражеские кораблики, что неудивительно, я полагаю. Игра выросла из аллодов, и когда Алексей к нам присоединится, он расскажет, почему, собственно, из названия исчезло слово аллоды, а я пока, ну, во-первых, похвастаюсь своей посудиной, нет, сначала я похвастаюсь, ну да, посудиной, вот такой, слегка прокаченной. Я играю, как всегда, за саппорта, я помогаю людям, которые хорошо стреляют, выживать в этой игре. Ну и для разминочки сразу воткнусь в бой на своем классном, быстреньком кораблике. В данном режиме захват точек наша с друзьяшками цель эти точки захватывать. Как всегда, основной замес происходит на Б, поэтому сейчас надо по-быренькому взять А и С. Так как я саппорт, я должен быть чуть-чуть позади всех остальных и чинить товарищей по команде, в то время, как они наносят основной дамаг. Хотя вот в последних нескольких играх получилось довольно забавно. Почему-то я был главным дамагером, главным уничтожителем, да еще и главным спасителем. Но при этом мы, конечно же, всерали. Что там с бандлами, я не знаю, о чем речь. Если вы спрашиваете про комплекты предзаказов пиратов, то, по-моему, какие-то есть. Сейчас, опять же, главный эксперт об этом нам расскажет, когда сделает себе аккаунт, чтобы со мной поиграть. Привет. Здравствуй, Алексей. Представься для нашей публики сперва. Да, меня зовут Алексей, я руководитель разработки пиратов Штурм Небес. И я вот слышал, тут был уже первый вопрос, почему избавились от названия. На самом деле, ничего здесь такого сакрального нет. Мы просто, у нас уже очень далеко ушли от идеи Алодов. Имеется в виду, что мы хотим четко обозначить, что мы не MMORPG, мы игра отдельная, отдельного жанра, но при этом во вселенной Алодов. И так как вызывало много вопросов, что это игра по Алодам новая или сами Алоды, мы решили просто четко этот вопрос обозначить, что мы пираты Штурм Небес, отдельная игра, отдельный проект. Расскажи, как вообще появилась идея сделать пиратов и в чем фишка? Да, идея на самом деле появилась вообще тысячу лет назад у нас, когда мы еще делали пираты и так называемый астрал пиратов. В чем он заключался? Он заключался в том, что на кораблях шесть человек в пати в обычной MMORPG летали по астралу и всячески там друг друга повреждали, воровали друг у друга сокровища и так далее. То есть, в принципе, все то, о чем мечтали геймеры давно, но был ряд нерешенных вопросов. Ну, например, для того, чтобы полетать на корабле нужно шесть человек, реально шесть. Капитан рулит кораблем, есть штурман, есть человек, который берет цели, есть, который указывает врагов и так далее. И это было все очень сложно. Понятное дело, что сейчас для того, чтобы поиграть в стрельбу в кораблике, никто не сможет собрать пати из шести человек и покоситься против таких же пати из шести человек. Поэтому нам всегда хотелось сделать, чтобы кораблем можно было управлять самолично. Мы начали реализовывать эту идею в конце прошлого года внутри Аллодов. Сделали небольшой прототип, поиграли в него и оказалось, что это все очень интересно и забавно. Более того, мы когда реализовывали, мы это все так с лиганца втихую делали, никто сильно не знал. и по интересу, который вызывал у людей, которые просто мимо проходили или каким-то образом узнавали про наш проект, мы поняли, что это интересно широкой аудитории и мы хотим это действительно сделать как отдельный проект. Поехали, показали руководство в Москве, им все понравилось и начали делать в начале этого года этот проект уже отдельной командой небольшой, у нас действительно не очень много. и, как видите, вот за практически полгода сделали полноценный в принципе проект, который совершенно отличается от Алода. Это самое что ни на есть экшен про пиратов, боющих на летающих кораблях. Ну, с виду похоже на танки, то есть похоже по своей сути, похоже по гаражу. Как здесь вообще происходит бой? Я заметил, есть несколько классов кораблей, есть дамагеры, есть саппорты, есть кто там еще у нас есть? Со щитом кто? Танки? Да, сейчас про классы расскажу. Классы на самом деле куча целая. То есть чем мы хотели выделиться? То есть так как мы всю жизнь делали ММО, в принципе, ну, многие из нас делали ММО, мы хотели как-то внести этот аспект в игры и считали, что его не хватает. в тех же танках, самолетах и так далее. Некоторые вот компании пытаются исправить это, добавив там некоторые способности. Мы решили, что у нас вообще вся игра будет основана на том, что типа это не просто корабль, но потому что корабли летающие, корабли пиратские. Мы хотели, чтобы корабли были с обилками. Мы хотели, чтобы у них было куча способностей, можно было какие-то билды выбирать, как-то там подстраиваться по-хитрому, несмотря на то, что там, знаешь, твой корабль Хилл, допустим, но некий билд какой-то позволил бы ему отыгрывать роль дамагера и так далее. То есть узнать о том, как собрал свой корабль хозяин этого корабля, можно только начав с ним драться. Несмотря на то, что он вроде бы принадлежит определенному классу, внутри него есть некие специализации, которые он может типа настраивать по тот тип боя, который ему нравится. Вот. И этим мы отличаемся больше всего от танков. Плюс существенное отличие от танков в том, что корабли летают. У вас есть три измерения, и эти три измерения позволяют приходить к каким-то более интересным тактическим решением. Ну, например, там можно прятаться под островами, можно там залетать под корабль, чтобы он не мог на тебя стрелять. То есть это порождает кучу игровых ситуаций, которые очень веселые и такие необычные для... То есть они более привычные для тех же самолетов, чем для танков. Но при этом в самолетах это все происходит моментально, там пролетел под кем-то. Здесь ты можешь еще поиграться с этим, где-то там сдать назад, когда твой противник летит вперед и обмануть его этих. То есть на самом деле пространство для маневра у нас намного больше. Ну, это собственно и сами игроки отличают в фидбэке, который мы получаем с боевых. Ну так, я сейчас очень напряженно как раз рублю своим саппортиком какого-то атакера, он все пытается от меня скрыть. А, черт, и получилось у него похиляться. Но ничего страшного. Жаль, что моя команда всирает. А как здесь в таблице рекордов распределяются позиции, потому что я всегда на первом месте. Это что, я настолько крутой? Да, это отдельная тема. На самом деле мы хотели полечить одну главную проблему всех шутеров. Это всякие киллстиллеры и так далее. То есть игроки, которые просто в последнюю секунду забирают у тебя килл и ты в принципе что-то там не добираешь в статистике. То есть мы вроде и тех не обидели и других наградили. То есть у нас вот любое действие в игре, абсолютно любое, которое приводит к победе команды, награждается. Будь то хил, будь то сопровождение груза, будь то захват точек. Видишь, что там летаешь, у тебя внизу вылетает сражение на точке, за это тебе идут очки. Ты типа играешь в режим, мы тебя за это типа поощряем. Ты все правильно делаешь. Повесил какой-то дебат, замедлил, значит приблизил команду к победе. Тоже тебе за это лови очки. То есть таким образом получается, что все роли востребованы. То есть в конце, когда распределяется награда между командами, все получают поровну в зависимости от своего вклада. Неважно, кто там, дамагер, любитель поубивать или поиграть в режим, потаскать сундуки там или позахватывать точки. То есть все в принципе вклад внесли и получили с этого свою долю. Вот. По поводу первого места, да, тебя сортируют в зависимости от того, вот если тап нажмешь, там увидишь кучу колонок, да, первые четыре колонки и снизу увидишь проценты. То есть снизу проценты это твой вклад относительно команды в зависимости, ну, по этим вот колонкам, которые на эти процентики подходят. То есть да, да, вот первая колонка там непосредственно уроны, хилы и так далее. Дальше идут, если не ошибаюсь, различные саппорты и кто-то там еще. Урон на восстановление первая колонка, поддержка, режим убитый. помощь вторая, если я пронючу. Да, 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 и последняя колонка это ачивменты, те, которые ты получаешь за выполнение каких-то там необычных штук, там убил двух подряд противников, получил ачивку, стырил там сундук, получил ачивку, захватил точку, две, три, четыре, получил соответствующие ачивки. Эти ачивки стоят некоторое количество очков. Таким образом, тоже в награде учитывается, как часто ты выполнял какие-то необычные вещи. Вот. В зависимости от того, в какой колонке ты ближе кверху, по этой колонке тебя и сортируют. Вот. Ну, то есть, да, на самом деле, типа, ты всегда в чем-то хорош. В этом-то и была фишка создать у человека ощущение того, что он действительно полезен. Часто очень, вот, сортировка в табе или там по киллам и так далее, она как раз и демотивирует кучу игроков, потому что он вроде делает много чего, но игра его за это не вознаграждает. Мы при этом вот, хотели по максимуму эту проблему избежать. Как нам кажется, мы, ну, у нас получилось это сделать. Хотя, конечно, будем что-то отправить еще. Ну, как в Эверотч, грубо говоря, там тоже делается ставка на командное взаимодействие, на работу по цели, а не на набивание киллов. Да, просто у них там практически, ну, у них нет прокачки, а у нас прокачка есть, поэтому вот эти очки непосредственно, конечно, и на прокачку влияют. Ты же по результатам боя получаешь там золото, опыт, прокачиваешь капитана, команду и так далее. Поэтому, у нас этот вопрос еще более остро стоял. Сейчас, секундочку. Вот. Поэтому, ну, как видишь, ты сейчас получил кучу золота, опыта и свободного опыта, который ты можешь распределить на любой из кораблей. Да, вот с опытом не совсем понятно. Я вижу, что какой-то опыт отдельно зарабатывает мой корабль и есть еще свободный опыт. Почему такая разница и что она значит? Это обычная механика, танкосамолетная, космосимовская, то есть, у тебя есть опыт, который копится на полетах непосредственно на конкретном корабле, то есть, ты его прокачиваешь, а этот опыт можешь потратить на этот корабль. Плюс ты немного с каждого боя получаешь свободного опыта. Вот тот опыт ты можешь тратить вообще абсолютно на любой корабль. Вот. Также есть возможность там за внутриигровую валюту, вернее, за рубины перегнать любой опыт с любого корабля в свободный. Ну, то есть, это самая обычная механика, которую сейчас используется практически во всех играх. Ну что, мы сейчас в пати сможем собраться? Да, я сейчас тебе инвайт кинул. Ведро котят? Да, это такой общак у нас. Мы с него поигрываем. Так что, если там пишутся всякое, не обращайте внимания. Вот. У меня тут на нем корабли первого-второго тира, так что давай, наверное, на первом полетаем. Хотя, в принципе, и можем другие тиры тоже затронуть. Я про них подскажу. Пишут, что звука нет. сейчас я попробую исправить эту проблему. Должен быть. Ну, пишите, ребята, что там появился звук или нет. Ну да, я вижу, что игры почему-то нет в микшере. Так, значит, мы в друзьях. Дальше как нам отряд создать? Правильно? Да, да, конечно. Так, вроде пригласил. Да, в отряде. Так, звук, звук, звук. Ну ладно, слушайте мой звонкий приятный голос. Мы можем, кстати, разыграть сегодня рубинов. Рубины – это внутриигровая валюта, вот они. Если вы будете присоединяться к нашей пати и побеждать, можете добавляться ко мне в друзья. Мой никнейм вы видите, но он прекрасен, как всегда. Твоя мамаша. Добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в наш отряд, и если мы вместе будем побеждать, то мы будем вам выдавать рубины. Не помню поскольку, но пускай это будет новогодний сюрприз. А по спрошу, почему рубины, а не кристаллы, как в аллодах онлайн? Ну, не знаю, нам захотелось так на самом деле как-то отделить, чтобы в разных проектах это была разная валюта, чтобы четко все понимали, что типа не возникало вопросов типа почему там у меня кристаллы аллодов не работают здесь. На самом деле это мы давно сделали, когда еще игра называлась пирата аллода онлайн. Чтобы вопросов не возникало, почему там кристаллы оттуда-сюда не конвертятся, мы решили их отдельно назвать. И сейчас в принципе менять не хочется, в лору оно ложится хорошо, и это основная валюта, за которую пиратчики там всякое себе дают друг дулу. Приджойнился ко мне еще один дружище, я пригласил его к нам в отряд, давай вступай и прояви себя великим мореплавателем, мореходом. Все, погнали в бой. Всем готов, надо нажать нашему коллеге по пати тоже. нажим. Так. Мне тоже надо нажать? Ну, тебе в бой уже. смотри, да, в бой уже, жмешь просто и все. Все, в бой. Ага, вроде пошло. Да. Да, все Стоим в очереди Какие здесь есть режимы помимо захвата Точек Да, режимов у нас Четыре или пять штук Это давайте всех проговорим сейчас Дезматч обычный, где все летают Угасят друг друга Один из самых любимых Режимов у игроков Потом точки, на которые ты уже летал Режим, в котором надо захватывать Сундуки и таскать их Продавцам То есть та команда, которая таскает больше сундуков Та и побеждает Режим Про сопровождение караванов Или уничтожение вражеских Ну и из командовых Из обычных режимов все Плюс у нас еще в 9 часов стартует каждый день Сейчас режим В котором надо пограбить огромный Караван Торговцев Режим этот работает час всего С 9 до 10 И в этом режиме Игроки, состоящие в гильде Ну, у нас они называются братства Получают валюту для того, чтобы Обустраивать в будущем свой аванпост Вот я, кстати, обратил внимание, что для того, чтобы создать братство Необходимо потратить аж 2 миллиона голды Почему так много? Почему не дать возможность просто? Расскажу сейчас Мы хотели сделать так, чтобы братство было Какой-то В общем, имело какую-то Ценность В плане Что это не просто братство какого-то в асе А действительно объединение каких-то Игроков Объединенных какой-то одной идеей Соревноваться с другими братствами И так далее Чтобы это было не просто Что каждый зашел и в первый день создал гильдию Поэтому и такая цена Но цена это на самом деле На кораблях 4-го тира Не очень большая И накапливается довольно быстро Поэтому человек, который разобрался в игре Человек, который уже готов к тому, чтобы там Руководить другими Или вместе играть Может ее легко создать Тупо играя в нашу игру Типа там без доната без всего А для тех, у кого нет времени Но есть желание Все-таки создавать какие-то объединения Заниматься руководством и так далее Ну вот предусмотрели возможности Типа зарубили Окей Так, мы захватили Значит две точки Наверное на центр полетим Ну давайте подлетайте Я как раз Да, как раз на центре убил тут инженера И вот сейчас С С, я думаю, потянутся к нам враги Подбирайте На карте валяется куча бонусов Зеленые и фиолетовые Зеленые хилят вас И увеличивают сопротивление Любому дэмиджу на 60% А фиолетовые Увеличивают ваш урон И снижают нагрев орудий То есть За тот же промежуток времени Можно в принципе Настрелять больше Вот Бонусы очень роляют Поэтому прям Не стесняйте их оббирать Ну да Я взял один бонус Неплохо надамажил Вот я тебе вижу Вот снизу Смотри, шторм летит Можем его в принципе разобрать Хотя На самом деле Вон надо разобрать Смотри, летит Хил Вот хил надо разобрать В первую очередь Да, 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 да А вот столкновений С Всякими природными Горами Ничего не происходит, да? Да, сейчас мы Ну, в общем Многие просят на самом деле Дамажить корабль И каким-то образом Воспользоваться Ну, то есть Как-то взаимодействовать Кораблем с террэйном Но У нас, честно говоря Мы играли на внутренних тестах И нам не очень понравилось Превращается в постоянный Дэмэдж ниоткуда Кто-то в кого-то вталкивается Там где-то сталкивается С препятствиями И очень сильно на это отвлекаешься Поэтому Пока что будет так Если мы увидим, что Все-таки В этом есть необходимость Мы, конечно, добавим Уроны столкновений Более жесткие столкновения И так далее Но сейчас Вот Мы не считаем Что это вот там Проблема номер один Все, разобрали меня Да, тут налетело Очень много народу Меня, наверное, тоже На самом деле наберут А саппортов у нас Аж трое Да, наверное Хотя, может, и повоюем У меня сейчас билд На этом Дробовике Очень прикольный Потому что Есть возможность На небольшое время Включить Так называемый Бампиризм То есть часть урона Которую я наношу Переходит в мои щиты Поэтому вот в таких замесах Когда Куча народу рядом Очень легко выживать Подлетай на точку Да, я уж тут Баф на всем щитов Тут можешь увидеть Инженер летает Который турелики расставляет Тоже забавный класс Который может быть Как дамагером Так и саппортом Вроде хила То есть Можно также подхиливать Союзников Какие-то Ставить модули поддержки И так далее Меня тоже разобрали Надо наверное На А оттянуться А то у нас забирают Да, да Надо их растянуть Они тоже вот Столпились на Б В таком случае Всегда лучше Вот я сейчас Вместе с кем-то С отожмем И тоже потихонечку Подтянемся На А или на Б Ну наверное Лучше на Б Потому что здесь Всего 2-3 кораблика Их по-моему Да, сейчас я вот На С расчищу Убил врага И лечу на Б Молота можно забрать Правда еще наверное Починиться успеет Да, успеет Да, починился Но я сейчас подлечу Как раз Бафом на дэмэдж А как вот здесь происходит Матчмейкинг С учетом разных Апгрейдов кораблей Матчмейкинг Сейчас учитывает Тир кораблей То есть Ну уровень по сути И так же Скилл Который считается Рейтингом То есть Отыграв сейчас 7 игр на каждом корабле Ты попадаешь в табличку Которая Сравнивает тебя Со всеми Остальными игроками На таком же типе кораблей Вот И в зависимости от этого Выдает тебе Рейтинг Там Бронзовый Серебряный Или золотой Вот То есть Этот рейтинг Тоже учитывается Матчмейкинг Старается собрать Команды Равные по составу Как по Классам кораблей По тирам кораблей И по этому скиллу Угу Ну значит Походу мы проигрываем Изрядно Да Они как-то собрались Ну там я вижу Баф есть Примерно подо мной Наверное тебе Лучше взять Да я А На С На А Или это не ты А Это наш Товарищ Да Можно наверное На Б Двинуться А не на А Ну мы пока Сейчас на А воюем Да Какой-то корабль Разобрали Еще один А фиолетовая Какая-то Кругляшка Которая стоит Она что делает Да Она увеличивает Дэмэдж И снижает Откат орудия Ну то есть Нет Не-не-не-не В смысле я видимо Поставленная Врагом Там различные есть Если это инженер То это может быть Усиление союзников И снижение Твоих каких-то Статок Можешь посмотреть Смотри Если нажимаешь на Ctrl Появляется курсор Вот курсор Можешь навести Вот над спелками У тебя есть Панелька Эффектов Которая на тебя Сейчас Применяется То есть Когда он что-то Красное Значит это Какой-то дебаф Можно почитать Саня, что он делает. Когда зеленая, это какие-то парты. Спрашивали, сколько весит игра. По-моему, что-то типа 6-7 гигабайт. Нет, игра весит 1 гиг. 11. А с чем я тогда перепутал? Оп, соврал. Оп. 1 гиг весит игра. Это была тоже такая задача для нас, чтобы игра была маленькая. И, в принципе, можно было там на букве скачать. Почему-то не пошпили. Так, 2 забрали. Смотри, гром какой-то прилетел. Надо его сломать. Да, сейчас сломаем. Готов. Ну, мы, кстати, смотри, довольно круто перевернули. И сейчас идем ровно. Нам сейчас не умирать бы и держать вот эти 2 точки, просто не открываться никуда. Кстати, на С полетел какой-то враг. Да, по контрлу можно, вот, видишь, потыкать и сказать, что типа защищать С. Будем системой дорабатывать. Там будет появляться щиток. А так, там, ну, как-то обычно сидел в принципе, выбирать. С сбирают. Надо туда, наверное, возвращаться. Забрать вот этот учебный корабль и нацелететь. Да, сейчас я вот его и запираю. Готов. Ой, кто-то меня там прессует сзади. Да, вижу, сейчас попробую его убить. Почти, почти. Ну, вроде патернали. И да, победа. Все, победа. Заметь, как мы затащили прямо на последних секундах. А мы полвремени победили? Да, закончился раунд, у нас очков оказалось больше, поэтому мы и победили. Так, значит, сейчас я запишу себе на листочек, вернее, скриншот сделаю с нашим человеком. Он проявил себя достойно и заслужил награду. Силбверлол, поздравляю тебя. Придумай себе какой-нибудь ник получше. Еще несколько людей добавились ко мне в друзья, тогда Силбверлол, мы с тобой прощаемся. Спасибо, что поиграл. Сейчас я приглашу кого-нибудь другого. Так, друзья, добавить, добавить. А эти я уже добавил. Приглашение. Принять приглашение и принять приглашение и все принять. Так, отряд, отряд, отряд наш. Владислав Лоу. Это же не он был с нами? Нет, это был не он с нами. Нет, на Виктории, да, на саппорте. Почините. Сейчас я починю свой корабль и куплю что-нибудь ему хорошее и двинем бой. Что ты посоветуешь прокачать? На щит. Смотрю, у тебя два варианта. Ты можешь прокачивать как бы основные какие-то статы, характеристики корабля, такие как там корпус, движок, повороты и щиты. Они просто будут улучшать корабль. А можешь прокачивать обилки и пушки. Вот. Абилки. Как раз хочу свой прокачать. Который на билка на один. Абилка на один. Подожди, ну у тебя одна билка есть уже. То есть тебе сейчас какой-нибудь еще бы обилку. А, вот вторая обилка, да? Да, да, да. До трех обилки можно себе сделать. Я бы тебе посоветовал сейчас вот что-то на эвейт. Вот у тебя есть скилл, крутой, перемещать корабль к убранному союзнику на расстоянии 120 метров. Можешь в принципе его взять если хватит опыта. Если его нету можешь вот там взять ускорение и маневренность который увеличивает. Так. Не, опыта у меня на все не хватит. Но пока тогда можешь потихонечку двигаться. Установление прощества союзников. Все. Окей, хорошо. Погнали. Гоу, я готов. Три виктории так не получится сейчас. Две секунды. Но у меня пока ничего нет, да? Так что ты поменяй. Смотри, а нам и с двумя викториями не получится вылететь, потому что мы недавно ввели ограничения на количество саппортов в одном премейде. Потому что когда люди вылетают типа, знаешь, один дэшер и два таких мощных саппорта, они начинают очень дико ломать обычный квикплей. Ну, хорошо. Сейчас я тогда сменю. А, вот. Владислав, да, сменил. Окей, погнали. Все отлично. Какая система урона в игре? Вот спрашивают. Что здесь можно повредить? Там движок отдельно, пушки? Или все нормально? Не-не-не. Помимо того, что он повреждается просто корпусом, хп отнимается? У нас есть система щитов, как ты смог заметить, да? То есть, в зависимости от типа корабля, маленький, средний или большой, количество щитов тоже меняется. На маленьком корабле один щит общий, то есть, куда они стреляют, ты повреждаешь щит. У корабля среднего два сектора щитов, левый и правый, и у тяжелого есть левый, правый и задний еще щит. Вот, то есть, в зависимости от того, сколько у тебя щитов, ты можешь там, если повредили левый щит, подставить правый и так далее. еще два есть девайса, которые можно повреждать. На самом деле, повреждать можно три девайса. Любые пушки, то есть, любую пушку можно сломать. Есть даже такая фишка, что частенько кто-нибудь, когда на него летит какой-нибудь торпедный клипер, это вот наши маленькие корабли с огромным уроном, они просто стреляют ему прям целенаправленно в передние пушки, чтобы сломать их, чтобы он не смог выстрелить. Вот, также можно сломать рули, от этого корабля теряют управление, и движок. Ну, движок, соответственно, вырубается, и кроме как крутиться на месте, ты ничего не можешь. Вот, мы пробовали делать более навороченные системы повреждения, типа, попадать в какие-то отдельные части и так далее, но с нашим геймплеем это каким-то, не знаю, сложным и ненужным и лишним это казалось нам, и мы выпилили это. я смотрю, он неплохо надамажил какой-то корабль, да, да, мы его прогнали, сейчас захватим, и, наверное, даже сможем, вот, смотри, к нему еще блинкнусь, и, в принципе, наверное, разберу его. Ну, смотри, у нас как раз клипер, так называемый, смотри, к нему еще обсадит. Бэмс. Ну, и я, пожалуй, подсосусь к этой победе. Да, 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 я думаю, он сейчас отвалится от нас. А, не, убежал. Убежал. Ну, ничего страшного, мы две точки отжали, в принципе, можем здесь потусить. Тебе, соответственно, прикольнее собирать зеленые бонусы, то есть, чтобы ты был непробиваемым, жил дольше, то есть, и хилил дольше. Нам, как он, Владислав, так, если не ошибаюсь? Да. Нам, с Владиславом нужны теоретовые бонусы, по большей части. Ну, забрал он его, наконец. Можем полететь, подбивать В или А обратно забрать. Вот там, давай на В. Покажи весь замес на С. Или что? Ау. И там, и там, и там, кстати, есть смотри, там есть под СНИНЧ. Сейчас мы их соберем. 13 хп мелкий уходит. Так, вы улетели все, все, все по разным точкам. А вот, 13 хп щелла. Да, 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 да. Давай его, видишь, щиты пока не пробили, урон в корпус не идет. Так, ну, давай заберем В, там вот добьем какого-то типа. Все, и можем вернуться, слушай, на какой-то прям совсем замес, Владислав, можно Ц отжать. От Цена, наверное, да. Она подальше, конечно, вот. Кто знает, где расположены бонусы, в принципе, его это очень сильно бустит по отношению к другим. Я вот знаю, что здесь бонус лежит, сейчас его заберу. Нет, не заберу, потому что Владислав тоже знает, где этот бонус и заберет оба их. Вот, отлично. Все, сейчас перейдем на Ц, захватим, и можно, в принципе, двигать либо на А, либо на Б, либо по дефе Ц, в принципе, так же. Здесь он есть. Сзади нас какой-то злодейчик летит. Да, 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 сейчас мы заберем сначала тут, на Ц. Мне решало нам захватывать. Хоть у нас на снайпере тип. Знаете, тут большой корабль, это снайпер. Ему, конечно, лучше прятаться где-то, а не вот так летать, как он сейчас летает. Но он решил вот умереть, поэтому мы его убьем, не будем мешать. Вот есть шторм. Ага, ну прилетели они к нам. Да, и причем нормальным таким составом. Вот ты их. Вот сломал ему движок, видишь, вылетел сообщение. И его разобрали. Разобрали. И второй еще дружбан его. Сейчас второго за клюбим. Прямо эти на самом деле намного веселее играть, потому что можно выбирать какие-то роли, кто-то там там дамажит. Ну, в команде всегда играет серия матиплеера. Вот смотрите, там далеко висит снайпер, просто можно не вылазить и пусть себе дальше висит. Вот мы затратили и не подставляем все ему. Пойду себе бонус возьму. Да, я, наверное, тоже возьму. Так, вы там на центре меситесь, да? Да. Сейчас поможем. В игре, кстати, есть френдли файр, так что, если что, можно и сейвел случайно или нет. Ну, у меня френдли файр он такой, позитивный. Да, да, я хорошее. У тебя хорошее. Торпеды вот запущены, их можно сбивать? Да, у тебя будет специальная обилка, которая в радиусе в довольно большом сбивает вообще любые снаряды. Вот, можно их также, типа, ну, если они выпущены далеко где-то, можешь их заэвейдить и разбить там обскаловку, например. Ну, все, забирает, забирает меня злодей. А, это снайпер как? А, нет, все, не забрал. Решил побыть героем. Сзади, сзади, сзади от тебя. Сзади. Кстати, корабли, на самом деле, дробовики, они очень мощные вблизи, но если от него каким-то образом развиваешь дистанцию, в принципе, он становится не очень опасен. Так что, первое, что нужно сделать с такими кораблями, резко от него каким-то образом улететь. У тебя, когда появится телепорт к союзнику, это вообще супер крутая спелка для кораблей твоего типа. Ты просто, когда к тех кто-то подлетаешь, блинкаешься на какого-то союзника, мало того, что хилишь его, еще и убегаешь что-то дорогая. Ну, снайпер там висит себе, висит что-то постеливает. Особо ему не в кого там. Ну, как вишит матч, мы попроще выигрываем. Ну да, ой-ё-ёй. Ха-ха. Я застрял. Толкнули, да. Ого, глянь, что тут прилетело. Тут их очень много. Ну, можно, в принципе, с хиллом попробовать и подраться. Можно и, наверное, убежать. Лучше, наверное, подтворить. Ой, да. Что-то перебор. Сейчас вот наши ребята подтянуться. Можно будет сейчас с ними что-то придумать. Так, мне движок сломали. Наверное, меня сейчас тоже заберут. А всё, мы победили. Причём по очкам даже. Да-да-да. Ну, ништяк, да, с друзьями всегда веселее. Так, Владислав, ты тоже получишь от нас сколько-то рубинов. Книг записал. И я даже смогу себе снова прокачать свою замечательную корыцю. И перемещает корабль к выбранному союзнику. О, да. Всё, отлично. Ещё дали свободного опыта. Ну-ка. Нет, корабль пока сам не смогу прокачать. ну и неважно. Так, Владислав, спасибо, что с нами поиграл. Я тебя обязательно исключаю для следующего. если я к нам выполнил. Тебе дали флаги, можешь флаг себе прицепить. Да, я уже нацепил себе какой-то модный флаг, но сейчас покажу нашим зрителям кастомизацию. Где там она? Так, бухта... Декор. Декор. Да, вот, декор нашёл. Значит, можно покрасить корпус. У меня-то пока ничего нет, но вот 7 можно, да, в золотой корабль сделать, это я люблю. Можно поменять паруса. Тут у меня тоже особого выбора пока нет и нацепить какой-нибудь флаг. Ну, пойду под весёлым Роджером по классике пиратской. Кстати, по поводу декора. На сайте сейчас у нас идёт большой турнир стримеров, 4 стримеров, участвует в войне за звание самого крутого пирата и вместе с присоединением к команде одной из стримеров игрок получает на время действия турнира клёвые паруса типа символика этого стримера. Прямо сейчас можно зайти в какую-то команду записать, записаться там несколько стримеров, ну, не буду говорить кто, сами-то на сайте посмотрят, и получить паруса с символикой. Да, присоединившись к моим друзьяшкам и попав в наш отряд, вы можете получить... Я сейчас, блин, я посмотрю, сколько мы раздаём бонусов, а то нехорошо получается. По тысяче рубинов мы раздаём, вот сколько. Всем, кто поможет нам победить в раунде. Так, всё, ты выбрал корабль, погнали. Ага, опять слишком много... Да, мол, тоже считается поддержкой, как я говорил, он корабль-саппорт. Давайте или Сараций, Сараций он быстро сообразит, в чём проблема, и тоже сейчас всё сменит. Отлично, отлично. Как здорово, что сегодня у нас такие понятливые друзьяшки. Ну, такое впечатление, что ребята, наверное, играли уже, как-то всё прям быстро до них доходит, знают, наверное, какие корабли, так что здесь им респект. У нас сейчас, кстати, очень крутой стап такой, то есть у нас будет сейчас тяжёлый корабль, я такой ПМДз-шник, и ты хилом. Прям таким кораблем поддержкой. А расскажи, какие есть карты, чем они отличаются? Да, карты у нас шесть штук разных, они различаются, ну, помимо того, что они оформлением отличаются и сеттингом, они различаются и, как сказать, топологией так называемой, то есть все они абсолютно по-разному играются. Есть корабли, есть, вернее, карты, у которых нет земли близко, вот если ты сейчас вниз посмотришь под себя, у тебя земля там очень далеко. Есть карты, на которых сожжение происходит прямо непосредственно над землёй, то есть ты летаешь и практически может до земли долететь, предыдущая карта. Вот этот он тоже свои какие-то токсические ограничения накладывает. Вот, в принципе, пока что кроме режима, который я рассказывал, в 9 часов, который проходит, карты отличаются только вот сеттингом и топологией. что касается режима аванпостов, так называемых, град караванов сейчас называется, в этом режиме карта совершенно отличается от остальных, на ней происходит отражение только за эти караваны и там, собственно, она построена под требования геймплея, то есть она сделана только для того, чтобы играть там в эти караваны, то есть на ней другие режимы не проходят. А вот эти карты все универсальные, то есть на них любой режим может нарулиться там как дезмач или там сундуки. Вот, кстати, сундуки, которых еще не было, если я не ошибаюсь, да? Да, пока сегодня не было. Вот, тут суть в том, чтобы таскать сундучки вот торговцам торговцам нужного цвета. Тот, что он таскает первым и заработает еще очков, тут победит. Тебе нахиливаешь? Я как раз прибрал один сундучок. Смотри, нам фиолетовую точку надо лететь. Виквич там очень опасно, поэтому давайте чуть правее держаться подальше от них. Они сейчас нас заметят и будут всячески пытаться тебя убить. Ну, как видишь, они выдвинулись уже. Ну, там баф как раз перед нами. возьми. Да, да, да. Я тебя всячески буду просто прям корпусом прикрывать, чтобы все не стреляли. Ты в свою очередь давай подлетай. Смотри, какая еще фишка работает. Например, ты же видишь, что у тебя аккуратнее сейчас к тебе подлетает запас. Ох, ничего себе, так как он меня так с одного попадает. Он под бафом залетел просто и разобрал. Они очень мощные. я думаю, надо сделать так, если я еще возьму сундук, просто блинкнуться, наверное, кому-нибудь, кто поближе. Да, смотри, смотри, какая фишка. Я могу блинкаться, а ты можешь блинкнуться на меня. Так можно сделать. Ну, клипер, да, они довольно сильные, но очень тонкие. У них там всего 400 хп, как ты видишь. У меня, например, 2000. Но при этом они и лупят в дорогах. Меня, наверное, тоже на точке заберут сейчас. Нереально вытащить. Наверное, такое. Ну, пока что-то у наших противников получше дела идут. Лол, я сейчас просто двух типов разобрал с 11 хп. Сейчас подойду. И постараюсь сдать сундук. 5, 4, 3, 2, 1. Готово. У меня 11 хп, давай хиль меня. Вот, смотри, хилер, такой же, как ты. Вот их надо в первую очередь забирать. Просто как можно быстрее. примерно вот так. И вот, кстати, чувак тащит, смотри, сундук. Многие игроки совершают ошибку. Видят, что куча врагов на точке, и все равно летят туда сундуком. То есть, по сути, приносит просто сундук нам. Но вот сейчас его, по идее, просто возьмем и сдадим. Да, мы так и сделаем. А сдается сразу сундук? Или... Не-не-не, надо здесь 10 секунд потусить. Все, готово. Мы два сундука просто на халяву, можно сказать, сдали. в принципе. О, смотри, нам еще один сундук несут. Да-да-да-да-да. Давай продолжим в том же тексте. Сейчас я вот подлечу к нему. Отлично. я выбил из него сундук и мы его подобрали. Все хорошо сгодовать. Ну, только наш чувак как-то очень, очень, очень по широкому радиусу разворачивается. Он на очень тяжелом корабле и такое супер неповоротливый. Но при этом он очень живучий. и по идее он, ну, должен сдать, если шарит немного в игре. Сейчас я попробую его набафать как следует. Да, давай ты его хили, а я тут подвлекаю, чтобы они оттаскивали. Хила их солью. Жик-жик. Готово. Видишь, ему движок сломали, он стоит, не может взлететь. Отлично. Как видишь, премейт с хилом ну, очень жестко. Это прям такая связка. Ну, хороший хил, он, в принципе, в любой игре всегда, да, роляет, особенно, если в команде со связью. Отлично. О, слушай, у них опять фиолетовый, они опять понесут на эту точку. Ну, окей, ждем здесь. Не будем мешать. ой, что-то меня ломает. Да, вот гонится за мной мелкий кораблик. Сейчас попробуйте, по-моему, сейчас еще один заберу мелкий и тебе. Сейчас он мелкий. Да, все, забрали меня наконец-то. я тоже забрал. Так, ну, что, будем ждать. Вот, летает уже товарищ. Ой, замечательно, он, а, нет, не замечательно, я думал, он на снайпере, но он не на снайпере. Отлично, отлично, отлично. А ранкет будет какой-нибудь? Да, следующим этапом, прямо в начале года практически, мы хотим запустить ранк бои между братствами, как раз. А обычные игроки не смогут в ранкетах участвовать? Хочется сначала на небольшой группе игроков оплатить все это. А дальше, да, конечно, хотим обычным игрокам поведать. Ну, чтобы не было такого, что в ранкетах играют только людей. Просто с гильдейским комьюнити оно более организовано, с ним проще отладить какие-то вещи по их фидбэку, там люди очень заинтересованы в проекте и так далее. Поэтому и хотим начать с ним. подальше каким-то образом. На самом деле хотелось бы, чтобы все каким-то образом объединялись браться, потому что, как видишь, играть вместе гораздо интереснее, чем играть одному. Как бы, ну, любую фидбэку. Поэтому, может быть, ранкет будет каким-то образом мотивироваться, объединяться, браться. Отлично. Охилили. Слушай, ну мы победили по-куда. Ну, ща победим по-красоте. Ну, ништяк, ништяк. Так, мою статистику попросили показать. Сейчас я в главном меню это сделаю. Ой, вестик выполнил ежедневные. И сарацей поздравляю, ты тоже получишь аж тысячу рубинов. Град, спасибо за участие с нами. Сарацей так записал. Все, Сарацей, с тобой мы прощаемся. Спасибо. Статистика, да, капитан. Статистика. 7.36 КД, но это не совсем верный КД. Здесь учитываются в том числе помощь, да, ассисты. в убийствах и смертях? Да, потому что у меня 7 уничтожено мной кораблей, 14 смертей и 96 помощь. Да, честно говоря, я вот статистику на сайте точно не знаю, как она работает. Но это я внутриигровую смотрю. Да, 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 но это на самом деле на сайте, потому что это редирект небольшой. А, ну да, браузер открывается, да, окошком. этого мылоуа, этого самого. ну да, скорее всего это, да, конечно, считается с помощью убийства живина. Ну, судя по тому, что Матвеич, мне нравится этот ник, пускай Матвеич с нами теперь сыграет. Смотри, мы сегодня наверное не сможем посмотреть на стриме, но я так расскажу в общих чертах. Вот у тебя справа есть задача, это как бы такая вводная в игру, которая проводит тебя и рассказывает в основных фичах, которые у нас есть. Как видишь, там чуть ли не первыми задачами идет поиграть на всех кораблях, которые тебе вначале дают. Там 6, и вот у тебя два према еще есть. поиграв в эти корабли тебе там расскажут, что нужно поустанавливать модули и постепенно будут открываться остальные фичи. Вот у тебя сейчас капитан слева вверху, видишь, там висит замочек, то есть по выполнению определенного задания у тебя разонвучится замочек и появится возможность скачать капитана. Если ты вкладку капитана откроешь, увидишь, там таланты, там вот куча талантов, которые как раз усиливают специализацию твоего кораблика или наоборот делать его более универсальным. То есть может где-то там охлаждение пушек снизить, где-то какие-то прокачать, усилить спилы с полыхила, там или наоборот спилы, которые увеличивают демодж и так далее. То есть это твой перманентный такой павер, который ты в принципе копишь, играя в нашу игру. И команду еще можно, я вижу, определить. Да, да, да. И таверна, в ней появится команда. Со временем сначала тебе выдадут одну в квестах, которая типа обучающая, которая ставится на все корабли. Она тоже дает определенные статы кораблю и позволяет его каким-то образом настраивать под себя, под тот геймплей, который тебе нравится. Команда у нас падает с карт. Вот справа вверху видишь, тоже там замочком закрыто. Карты это такая фишка, это карта сокровищ, которую ты отправляешь экспедиции. Карты эти падают там, каждые несколько боев. Открываются они в зависимости от того, что в них лежит определенное количество времени, то есть какие-то побыстрее, какие-то помедленнее. В принципе, можно просто подождать, и она со временем сама откроется, или ускорить если нет времени, так же зарубить. В этом плане здесь очень удобная система, которую мы хотели как раз отдать игрокам, чтобы даже те, если люди, которые там вообще не донатят, допустим, для них эта система очень удобная, потому что, в принципе, с карт падают награды и так без всякого доната. А дейлики и виклики будут какие-нибудь задачи? Смотри, по прохождению вот этой вот первой цепочки там 30 заданий. Она довольно длинная, но при этом при всем она в ней огромное количество ревардов лежит. Она действительно дает там много голды, она тебе дает много опыта, то есть пройдя эту цепочку, в принципе, там уже чуть ли не Т-3 корабль открываешь, если играешь на одном корабле. И дальше у тебя ежедневно выдается небольшой факт заданий, которые выполняют, ты получаешь дополнительную награду. То есть, помимо того, что ты в боях получаешь, ты еще отсюда за выполнение заданий получаешь всякие плюшки. Ну что, давай дальше двинемся в бой? Да, давай я гром возьму, я вот люблю на громах летать, возьму себе гром. Будет у нас маленький корабли хил и большой. так, это у нас обучение режим караванов, захватывайте появляющиеся порталы. Да, смотри, какая тема. Здесь у нас нужно захватывать порталы, после того, как ты захватишь портал, или враг захватит, через некоторое время из него вылетит караван. Наша задача, в зависимости от того, наш караван или вражеский, либо защитить его, либо разрушить. Что именно делать? Ну, каждый выбирает себе сам. Можно лететь, мешать тому, чтобы долетел их караван, можно свой защищать. То есть, все на выборах. Кто-то вообще просто летает и бьет все живое. В принципе, тоже стратегия. Слушай, а у тебя из игры звука нет? Или просто проблемы какие-то с этим? Не, из игры. Я причем заметил еще вчера, когда тестировал, что ее в микшере нет. Я думал, может быть, и в Windows какая-то беда, но даже после перезапусков. Просто мы недавно прямо на днях проводили тоже стрим, и было все хорошо. Может, музыку какую-нибудь пиратскую включить? Не знаю, просто ребят там жалуются, что нет никакой музыки. Музыку, но я боюсь, что копирайты потом меня за эту музыку накажут. Понял. Я попробовал сделать полноэкранный режим и без рамок. Все равно не помогло, нет микшера. почему-то пиратов. Я тебя потерял чуть-чуть. Ну, я сейчас на малом корабле летаю, поэтому ты меня, наверное, меньше будешь видеть. Ну, я вот сейчас мчусь к нашей цели главной. А, ну да, вот разве что Александра Пистолетова включить. Я новый российский пират. Да, да, да. Классика не стареющая. Мы порой его используем, когда не хватает музыкального сопровождения. Подтягиваются они бить наш траван. Мы сейчас будем разбирать. Как видишь, вот у некоторых игроков есть флаги такие цветные. Это как раз те, кто участвует в турнире стримеров. якорь меня в корму сбит. Сейчас зоркого еще все уничтожил. Так, ну мы вроде защитили свой каравал. И вот учебного еще можно забрать. Не вижу, кто-то как раз я тут питаю кробы картов. Так, по мне сейчас запустили. Ага, вот он, мелкий гром. Что-то он мне сломал тут, все в порядке. О, руль сломал, видишь, я крутюсь на месте. Что не могу сделать, кроме как убить его. Вот сейчас на данном этапе у них есть вообще хоть какие-то шансы на камбэк? Ну, знаешь, вот мы что-то как-то так круто развернулись. Может, конечно, мы их просто ловили так, но, возможно, и на ролях такая команда послабее, чем наша. Может, как-то они, да, первый замес слили очень жестко. Ну, они могут, например, полететь там, вот, захватить и попробовать караван свой довести. или сейчас тяжело что-то будет. Посмотрим. Вот наш караван летит, они, видишь, даже к нему не хотят полетать. Ну, возможно, они не совсем понимают, что делать и просто пвпшатся. Да, не исключено. Мы сейчас еще на первом ранке играем. Здесь, да, здесь очень много новичков. Те, которые приходят, ну, буквально, там, не знаю, первый день особо ничего не знают. И маленьких кораблей у них много довольно. А это зачастую, знаешь, как бывает в играх, типа, те набрали снайперов и сидят на период. Типа, киллы идут, а процесс победы никак особо не мешает. Ну, ты меня прям круто выхиливаешь вообще, практически. Ну, играю хилом с выхода Team Fortress 2. Кстати, очень хотелось повторить, вернее, использовать инструменты какие-то, которые использовали в том же Team Fortress, это вот хилы, потому что, ну, очень круто они добавляют фана в игру очень много. Ну, TF2 стала такой знаковой игрой, мне кажется, для тех, кто предпочитает команды играть, такое четкое разделение по ролям у всех свои цели, у всех свои задачи и разные инструменты. Да, 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 сейчас вот Overwatch продолжил, как бы по стопам пошел, мы тоже хотим многие вещи оттуда и оттуда использовать. На самом деле, мне кажется, такой новый глоток в играх такого плана. Так, Купапа, мы победили, значит, тебе тоже отправится баблишка, записал я никнейм, спасибо, что с нами поиграл, до встречи в небе. Следующий, кто-то у меня тут был на примете, вот Матвеич, да, я его в прошлый раз позвал, но что-то он не поторопился, сейчас посмотрим, может, может, теперь присоединиться к нам. спрашивают, что это такое, это игра пираты, которая раньше была аллоды пираты, но теперь это пираты сами по себе. Да, Матвеич к нам пришел, все в порядке, наконец-то я его дождался. О, отлично. Переживают все, конечно, в первую очередь из-за доната, что можно купить на донат, но на донат, я так понял, можно себе ускорить прокачку. Смотрите, сейчас, в принципе, из доната что доступен? Доступен премиум, который тебе увеличивает, ну, здесь можно описание слева почитать, на 50% опыт корабля, опыт капитана, опыт команды, на 50% золота, приход, и скорость работы экспедиции, это вот та самая экспедиция, по которой я вот до этого сейчас рассказывал, то есть карты сокровищ открываются чуть-чуть быстрее. Вот. Что можно сделать еще? Можно ускорить экспедицию, это если хочется, если нет желания ждать. Также можно купить премиум корабль, на котором тоже приход голды экспы из боев будет побольше. пока в принципе больше и ничего такого нет. Вот так вот. Золотых патронов увы нет, рубинами стрелять пока нельзя. Да, патроны не планируем, я не хотел добавлять. Так, фиолет, фиолет, фиолет. Да, можно сразу подтягиваться на точку и там зачищать. Они, кстати, вот на желтую, давай желтую лучше подождем, мы вроде тут рядом. Они сейчас полетят сюда. Угу. Хотя вот, походу, смотри, видишь, человек шарит и, типа, не летит к нам, пытается там подождать союзников, каким-то образом подтянуть. А наши, все отвлеклись, а наши на фиолетовую точку потихонечку понес. Тогда я полечу с Матвеичем, чтобы поддерживать его жизнь. Фильм «Отвечь», а я попробую спереть их в сундук. Я ходил на тяжелом корабле, но он, тем не менее, за счет телепорта довольно подвижный. Все, отжали наши мелкие у них сокровища. И Матвеич тоже долетел. Отлично. Но тут есть, правда, враг, и кто-то еще подходит. Ну, я сейчас через 15 секунд. А, врага мы заберем, это, я так понимаю, ураган. Ураган — это снайпер, да? Не, ураган — это дробовик, это лучше подальше просто не от него держите, и далеко расцеливать. Все будет отлично. сундук. мы тут на меде, так называем, разобрались, поэтому сейчас к вам прилетим. сундук мы тоже отстояли, отдали. Отлично, и к вам еще фиолетовый летит. ну тогда мы туда останемся. Да, он тонкий, можете пробовать собирать его. Я пока заберу снайпер. фиолетовый летит, видалаза. Фиолетовый издал, да? Вон, сейчас заберем, сейчас заберем. Рожь. Да, все, ништяк. круто, я тут как раз респа задержал кипца, поэтому все отлично, пожалуйста. Так, ну, от Вич полный мертвый. Ты его сейчас прохилишь, и еще один фиольный несут. Офигеть. Ну, нам сегодня просто везет с фиолетом. Да, это, это, будет просто какая-то самая быстрая победа. Кстати, если уж мы вспомнили ТФ, там тоже такие ситуации бывали, помнишь, когда там какие-нибудь точки просто быстро захватили и тут же спай на последний уже стоит. Да, 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 ну, это классик. И рейджи просто после этого бесконечные. Как так? Слушай, все, один сундук осталось притащить и, в принципе, мы победим. Сейчас, неплохо мы так его на один наш зелененькую, но не зеленую наверное мы будем слишком долго нить. А мы сейчас наверное желтого попробуем забрать. оп, готов. Ой, он еще и на снайпере, отлично, но этот покойник. готово. На самом деле мы конечно сейчас просто еще тут очень много я сказал новичков и мы демотивируем на импачивать, но что поделать. Мы-то умеем уже играть. Может они как раз сейчас станут злыми и будут качаться 24 на 7. Ууу, они ничего не достали. Смотри, мы их в ноле все просто разрушили. Я тебе даже больше скажу, они мало того, что ничего не доставили, они ни одного корабля нашего не убили вообще за это время. Потому что убийство тоже приносит очки. Ну как-то да, парни. Так, Матвеич, тысяча рубинов тебе отправляется в карман. Матвеич. Да, спасибо, Матвеич, за пати. Круто. Мне, кстати, вот пока мы играем уже две карты выпали, я их поставил в очередь. Одна будет 6 часов открываться, а вторая 3 часа. И вот, в принципе, за вечер они там открываются завтра сразу за один сперл. Ну я вот, кстати, меж тем с премом фактически прокачал себе вот корабль за один день. Впереди у меня надежда, надежда, как мне надежду, затраты опыта. А вот эта вот отвертка и гаечный ключ, это что означает? Смотри, как он встроен на прокачку. Ты видишь, слева такой прогресс-барчик идет вертикальный. Для того, чтобы открыть следующий корабль, нужно, как сказать, вплотную разобраться с текущим. Поэтому тебе нужно изучить на нем, поразбираться с билдами, выучить, там, пушечки разные поставить. И как только вот этот барчик заполнится, а он заполняется при каждом изучении нового девайса. Тебе, в принципе, вот на этом этапе, то есть тебе, если почитаешь, тебе там нужно тысяча шуток. Ну, то есть, один спелл и одну пушку выучишь, и уже следующий корабль тебе будет доступен. Ага, все, да, понял. И, соответственно, через один бой я себе уже смогу купить надежду. Да. Особенно, если бой будет такой, как сейчас. То есть, мы вообще салат раскатали. Матвейчик записал, да? Да, Матвейчик записал. Сейчас я еще добавлю одного человека, друзья. принять приглашение. Саратси у нас был. Симохайха. Симохайха. Иди сюда. Так, он на громе. Не знаю, вот всю жизнь любил играть за саппорта. Всегда вот нравилось это чувство, когда ты никого не убиваешь, но помогаешь людям достичь победы. Да, ну вот, специально для таких людей мы сделали такой класс. Потому что я, например, тоже сам любил и даже в про-играх участвовал в ТЭФе, там, в том же, на Медике. Потому что класс очень крутой. Несмотря на то, что кажется, что там, да, одну кнопку нажал и типа хилится и хилится. Там очень много в позиционировании, как и у нас. класс нифига не легкий на самом деле. Ну да, от Убера может зависеть вообще все в Тим Фортрессе. Да. А у нас вот на кораблях на четвертом тире здесь тоже есть ульты. То есть, прокачавшись до самого высокого тира, игра изменится еще сильнее, потому что появятся ульты у всех классов и появляются свои ульты. И они тоже роляют очень сильно, там, знаешь, начинаются такие рассказы, как там воверотч, в том же типа комбить всякие ульты. Очень прикольно. Так, сейчас у нас просто Deathmatch. Да, обычный Deathmatch с отличием только таким. Здесь есть групповые бонусы. То есть, подбираешь бонусы и он работает на всю команду. Вот так. Я, конечно, с ошибкой огромную сделал. Ты ворвалась, слишком резко? в центр карты и, наверное, сейчас в нее может, мне, конечно, захилить и как-то, но меня бьют ломусы. Сейчас, захилим, захилим. Отлично. Давайте. Жопу, нормально. У них тоже два хилла. У нас. Сейчас у меня блинк откатится, я, наверное, попробую убежать. Ага, тогда я потом за тобой убегу. Оп, прыгай на меня и мы еще их в тыл. Я как раз бонус подобрал сразу. О, отлично. И в тыл сейчас будем их разбирать. Ну, вот этого, не знаю, толстый какой. его тоже хилят, надо вот хилов сливать. Вот, вот, вот как раз хил, смотри, над нами. Ага, я в него снижаю. Но на этом корабле, к сожалению, он у меня не сильно прокачан. У меня сейчас нет бурста прям сильного, чтобы быстро его забрать. Поэтому ходит вот так его. Вон появились групповые бонусы, в принципе, кто-нибудь мелкий сейчас на ними может сстать, собрать. Так, я пока быстренько за починкой отлечу. Недалеко. Это традиционно все сломали. К сожалению, бонусы собрала их команда. Да. Сейчас я уж точно сгнию. Я застрял в корабле противника. да, все, забрали. И я один среди врагов. Да, попробуй свалить на кого-нибудь из своих. Просто телепорт. Вот, да, я блинкнулся к нашему Симону Хайну. у них с баффами я смотрю все очень хорошо. Они весь пак собрали. Помимо того, что у них стартовый там был баф, они еще три штуки подобрали. плюс ну, по-пальски это ребята тоже из премейдов, потому что состав у них тоже с хилами, все как надо сделать. Тория, молот, надежда, причем что-то даже хилы из второго кера, то есть заведомо еще посильнее. Отбился у них от стаи, надо его разбирать. Так, вот снова появились бафы. Да, можешь кстати слетать, нам довольно шуф их забрать. за мной вроде никто не гонится. на самом деле в клуб битвы многие забывают потому что есть бонусы и не обращают внимания. почти сильно бустят команду. Хотя не, кто-то параллельно еще летит. Так, я кстати там вот я двоих уже вижу даже. блин, ну его прилетели похилили. Да, два бонуса они собрали и один вот только я взял. Ну, это лучше чем ничего. Ух, просто разорвал меня на счастье. Ну, мелкий наверное, да? Да, да, мелкий юркий. Мелкий охотится как раз на хилов, как раз за счет бурста их и забирают. Потому что так, в принципе, они вот, тем более как сейчас состав, они, конечно, очень жестко друг друга захиливают. Ну, кстати, это клевый бонус взял, который увеличивает скорость львы. Поэтому, в принципе, плюс большой. Мне кажется, нам не поможет это. Ну, всей команде, да, в принципе. Мы тут, скорее всего, уже за бетон проиграли. Может и нет, Сейчас посмотрим. Хилы, конечно, их тоже тащат. Надо бы, чтобы кто-то из наших мелких просто слил хотя бы одного хила их. Ну, пока они летают, и с ними ничего плохого не происходит. Угу. О, в центре карты появились? А, В центре. Меня дебафнули, я что-то, наверное, не долечу. хилы, хилы просто летают, и закидывают все это тело. надо еще чем-то сливать. кстати, смотри, рядом прям с нами. Да, тут два их целых с друг с другом. Если и сломать ему пыжок хотя бы. Ну, хила еще хиляет. Все, все плохо. Да. У них какой-то ultimate build. еще не с бафами. В дереве застрял, но все, это конец. Да. Да, но тут что-то жестко. Сейчас, мне кажется, мы проиграем с разгромным счетом. Ну, мы всего два корабля у них забрали. А у нас, смотри, у нас три хила, и дамажить особо некому, поэтому мы не можем никак слить. Ну, такие сетапы, конечно, полечатся, ремейды и рейтинговые бои. Там, конечно, народ будет более осмысленно брать. Контрить друг друга и так далее. А в процессе игры можно, наверное, да, пересесть на другой корабль? Пока нет, пока нет. Но мы хотели бы, ну, в будущем будем думать, как-то добавить игру. Мы хотим в первую очередь сделать такую фишку, что ты перед тем, как стартовать бой, сможешь выбрать, ну, как сказать, билд на корабль. То есть, собрать этот корабль там в ДДшника или там в какой-то универсальный кораблик, или, не знаю, просто выживать и так далее. И вот как раз вот эти билды ты сможешь там, в зависимости от состава противника, менять. то есть я бы, например, если бы знал, что будет такой состав, взял бы, чтобы можно было какой-то, знаешь, бурстовый дэмэдж, очень быстрый, большой дэмэдж нанести. И тогда хилов бы мы сливали нормально. Ну да, тут, конечно, вообще без шансов. Все 10 минут деремся, и они нас особо не убивают, и мы их не убиваем. Ну, не смотри, один, три, один, ну, корне, покеланты у них все как раз неплохо. Ну, получше у нас, да, гораздо. Но при этом, да, да, Павелин, кстати, кроме меня никто не убил. Скала там прям надамажило по-царски. А Сорендера нет? Не, нету. Сорендер это зло. Если знаешь, выиграет где пять человек, очень часто договориться не можете. Кстати, она наверняка сталкивалась с таким, что она к идиотским ситуациям приносит, когда знаешь, там типа первый замес слили, такой, трех, трех, Сорендер. Ну, иногда просто сразу все понятно. Не, да, но при этом часто, знаешь, в нормальной ситуации, когда можно отыграться, когда самый накал идет, кто-нибудь такой, ну, давайте сдадим, типа все-таки, мы сдали. То есть, зависит, конечно, от тех игроков, которые с тобой в пати играют. Часто получается перевернуть игру там. Как мы, кстати, вот с тобой мы первую игру выиграли там тютелька в тютельку, при этом вначале очень сильно проигрывали. Ну, да. Так, брызги радости. Зайди где-то там в сеть, чтобы с нами сыграть. О, это наши какие-то, по-моему, топовые игрочки пошли, если не ошибаюсь. Брызги радости я видел в замесах. Пока что-то я его в сети не вижу. Ну-ка, смогу ли я себе прокачать что-то? Да, смогу, и походу даже куплю кораблик, но, так сказать, не хватает. 511 не хватает. Я бы тебе советовал этот дальше развивать и еще покачать его там. Ну, хотя, в принципе, у тебя спелки нет. Ну, сам корабль я, по большому счету, уже прокачал. Угу. Осталась только команда, да, оснастка у меня вся есть абсолютно. Ну, вооружение там только разные варианты. Но, Надежду, конечно, надо купить. Звучит хорошо, Надежда. Но пока, да, на этом корабле опыт зарабатываю. Так, кто у нас еще там? Ладно, брызги не долетели. Позову, например, Чупакабру. Вот, все, Чупакабра сразу к нам подключился. Гром молот. Угу. Молот, да, это тоже саппорт получается. Ну-ка, так, Чупакабра. Так, 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 все, меняет. На учебном полетит. Ну, посмотрим. норм. Это корабль, у которого практически все снаряды сонаводящиеся. так, что он, ну, мы создавали специально для типа игроков, знаешь, которые пришли после работы, хотят просто посидеть и пошпилить чуть-чуть, что-нибудь, отдохнуть. Вот, для этих целей больше всего подходит. Можно одной рукой играть. Не, не буду шутить про вторую руку, лучше полетим на А. вырезанность бежака, я сейчас цель захвачу и тоже к вам перетянусь. Фри-ту-плейная ли игра? Да, фри-ту-плейная и сейчас в ОБТ. так, а что там на С не сложилось, да? Да, тут замес прям, тут два корабля маленьких и один хиллер. Надо их каким-то образом посливать. Пэмс. Да, хилл сейчас наверное отвалится вместе со мной. На СХП у меня. САДЖАЛЕК Ну вот тоже слили хила и в принципе здесь наладилось. Отлично, и сейчас мы еще побьем их о, вообще просто два кила. Отлично. Топ-саппорт. Так, на Б вроде снайпер висит. Больше никого. Можно его наверное подкрыть. Вы еще подлетит маленький. Топ. Так, что-то кто-то взорвался. Да, на Б всех что-то забрали. Вся лопавля. Вон, подбирай бонус. Бонус я уже взял. Все, и давай вон нападать, вон еще чувачки. Пусть они в принципе забирают, мы вот этих поджираем на В. Уу, ну бедняги прям вообще без шансов. Да, я подкрысил этот фраг. Ну нормально. Мне в принципе не обидно, потому что мне вот там урон посчитался и помощь, так что как бы на эту тему вообще не паришься у нас. Потому что кто-то кто-то другого убил. Все, пусть они там на Цетусуются. Сейчас чуть-чуть тусуются, к нам подкянутся. О, еще один пассажир. Ага. Сейчас. Все, ау, поближе к нам телепортнулся. Да, вообще замечательно. Ну, привет, товарищ. Бэм. Бэм. Просто прекрасно. Побольше бы таких. Так, вот он еще учебный летит. Ой-ой-ой, торпеда. Да. На самом деле, вот, учебный в правильных руках очень легко разносит. Вот и мой тип кораблей, и твой. Он как раз контрит их очень жестко. Готов. Так, бонус, отлично. Ну, все, вижу, завязали их в драке, на С тоже наши отвоевали, все, погнали, а обратно берем. А вот смотри, смотри, тут пришел. А, вижу, сейчас. Сейчас подберу бонус, здесь сверху красный демед лежит. И вернусь. это снайпер, да, зоркий? и такой висит, типа, типа, его никто не видит. Как будто ничего не происходит. до свидания. Еще один гром прилетел. Тоже сейчас отправиться. До свидания. Ну, можно на С. Снова какой-то снайпер. Удачи ему. Уходим на С. я бонус уберу. Да, я вам телепортнулся туда. Оп. Нет, не стырил. Ну, вот хил. Смотри, как хилов нужно было надевать в прошлом бою. Ух, ух, как прям взрываются, как боченьки. Да. Мы еще добавим, кстати, каждый, ну, разный тип кораблей будет по-разному называться. Держок сломались, наверное, ухит меня все. Нет. Это просто unstoppable. Угу. Бэмс, ну, тоже, да, тяжело хилить. Ну, это прям easy. Да. easy. Пыщ, пыщ, лоло. При чупак, перчупакабра тебе тоже достается тысяча, целая тысяча рубинов. Чупакабра. Так, ну-ка, командная статистика. Пять киллов на моем счете. Поздравляю. Да. Ну, по дамагу, смотрю, у тебя и у Дагора нормально по 11к, у них даже близко нет таких значений. Ну, да, мы там прям хорошо так повоевали. Ну, потому что, видишь, они выплывали к нам по одному, практически никак не собирались в кучке, никого не дали. Да, тимплей он решает. Как и в любой командной игре. кто еще желает у нас поиграть? Брызги радости все еще не прилетели. Так, Матвеич был, был, Bad Artist, я не помню, был у нас? Нет, Bad Artist. Нет, не был. Игра выходит только ли на ПК? Пока. Пока на ПК, Пока на ПК. Сейчас посмотрим, как дела обстоят на ОБТ и будем думать, где еще выйти. В следующем году в стиме выйдем точно и попробуем, наверное, на приставку. это такой, знаете, долгосрочный мечтинг. Посмотрим, как будет все обстоятельства. Ну, кстати, на консолях такие игры, они на удивление хорошо играются. У нас в офисе сейчас, даже вот в этой версии, сейчас в ОБТ-шной, есть поддержка джойстика. В принципе, можно сесть на джойстики и полетать. Но, естественно, ты в неравном положении с теми, кто с компьютера с мышкой там играет, наверное, потяжелее будет. Но мы, когда доделаем джойстики, его там сложнее можно будет настраивать. Я думаю, можно будет прям полноценно играть на телике. Мы здесь в офисе пробовали, очень прикольно получается. То есть, если все играют на джойстиках, очень даже фаново и прикольно. Ну-ка, то есть, если я сейчас включу геймпад, то он заработает, да? Подцепится? Да, должен все заработать. Ничего не отправляли. Почему бы и нет? Ну, попробуем. Давай, давай. Там просто некоторые клавиши, они за хардкожные. Крамбок перебендить вообще никак не получится. Не помню, какие там выстрелы. Ну, просто ради интереса может, да, подробить сейчас, попробовать. Там вот даже сейчас, смотри, вот на выстрел, прям есть настройки открыть, написано геймпад, лев, типа, прям даже забинжен. А надо что-нибудь поменять в настройках? Слушай, это было давно, месяца два назад мы пробовали. Я, честно говоря, даже сейчас тебе не скажу, как дела постоят. Ну, я быстро гляну, да, попробую. управление, управление, ничего. Видимо, там дефолтные настройки какие-то должны быть, типа, знаешь, полететь влево-вправо, пострелять, все равно джессики должно работать. Так что, в принципе, можешь, ну, просто потыкать его, а дальше уже, там, если не получится, переключиться на клавиатуру. Нет, что-то не работает, наверное, надо перезапускать игру, чтобы он увидел геймпад. Ну, может быть, да. ловимение, геймпад работает, если вот запустить включенным, он работает. Там, может, настройки, конечно, кривые, там, знаешь, сенсу не настроить и всякое такое. Это сейчас все в коде тупо там, захарпожено. Вот. Но, поддержка есть, мы ее будем делать, но просто сейчас не в приоритете. Ну, понятно, да. Ну, что, погнали дальше. Гоу. Кораблик, там, выбери себе. Да, сорян, не нажал. Полечу на учебном, как кнопочка. Так, что у нас пишут в чате. Про опыт был, как-то вопрос, я что-то его пропустил. Ну, в общем, повторять свой вопрос, который я пропустил, не лень листать чат. не лень листать чат. вы все у ц, получается. Да, мы на ц шпики. Ну, я тогда, ну, не знаю, попробую на сломать, и ладно. Бонус пока цепанул. Написи никого чуть нету вообще. Ну, видимо, еще ко мне все прилетят, потому что и бэма тоже забирают. Похоже, да. Там появились снайперы какие-то, молоты. Ага, все, да, вижу, вижу. Ну, я к тебе подтягиваюсь, а? Ну, я пока тут тогда спрячусь, не буду особо отсвечивать. Да, просто, типа, блоки захват, если он один будет, он никак не сможет стать. Пока один, ага. А, вот еще дружбан прилетел, правда, тоже саппорт. Ну, отлично, иначе захватывать будете вы. Вот, а я уже вот прям, прям, прям на подходе. Вот даже мои ракеты, наверное, можно увидеть. Ну, все, да, так, попробуем. МНС. Да, залпы самонаводящихся ракет не прощают. Ну-ка, ну-ка. Сломался дружок. Прямо перед бонусом. Бедняга. Обида. Так, ну, слушай, мне кажется, мы прям легко забрали, давай на В. Ну, да, да. Какие-то типочки летают. Я бы начал опять, как традиционно, с хилов. Вон он, самый верхний. У него там сейчас влетает, таксально очень. Нет. И, похоже, он слопнул. Таймс готов. Все, а теперь остальных можно потихонечку разбирать. Тоже по степени тонкости, вспышка есть. У нас сейчас мы прогоним и начнем разбираться с большим кораблем. Ой, там снайпер, что ли. Да, когда всякие снайперы появляются, лучше не останавливаться в наше время движения, быть за объектом и так далее. Этого мы тоже парня пробрали. О, там бывалый на меня нацелился. Еще куда-нибудь телепортнуюсь. О, хил, хил опять прилетел. Хармс лопнул. Ну, что-то, да, теперь меня не фокусит. Ну, шарит. Да, да. Вот надежда мелкая. Куда-нибудь надо улететь. Да, ты не стесняйся отступать. А, ну не успел уже, меня отступили. Да, да, на самом деле очень часто выгоднее отступить, где-нибудь, знаешь, подобрать какой-нибудь там бабчик или еще что-то на демедж или наоборот на килл и вернуться в бой уже такой полной силы заряженной. Надо. Две у нас отняли, что мы там на тусим. Да, на вроде забираем. на, движух ведется. оп, как раз буст есть. Все, ништяк. СБ прям не хотят отступать и продолжают драться. Ты заметишь, вот сейчас у них хилов такое же количество, как и в тот раз, ну типа много, но не проблема их сбивать, потому что у меня корабль движется, заточен, потому что не сбивает. мелкие корабли тоже гоняются и уничтожают. Ну, возможно, хилы у них пытаются атаковать, но не приспособлены для этого. каратин. Но тут Надежда он еще плюс влетает прямо в центр такой. не стесняется такой. Вроде там его сбивают, а он все нормально. Ну вот тоже назорком на снайпере влетел такой. Я ничего сделать не могу, но летает изображение крутейки. нашего малыша пытаются грома подбить. Вот, кстати, снова эта Надежда прилетела, действует потому что это второй, их тут двое, они абсолютно одинаковые, плейт и вот этот вот перло. Он сейчас тоже лопнет, наверное, должен лопнуть. Да, готов. Не стесняется прям среди нас летать. А вон какая-то турель появилась. Да, это инженер летает, ставит и ищет турель своих союзников. Все, отбили наконец-то какую-то точку. Да, я сейчас лопну, меня сейчас да, сайпер забрал. в чате спрашивают, когда уже пофиксите холостые телепорты по току. для тех, кто не знает, корабль такой есть у нас. Завтра, послезавтра будет фикс такой с изменениями и в нем должно быть уже что-то по потоку починено. на Б прям жесткий замес. У нас все отняли и могут даже выиграть по идее. Надо на Ц разгонять. Не, не, смотри, счет какой. Нам сейчас нужно убивать их. То есть убийство тоже дают очки. Чем сейчас мы быстрее их убьем. И видишь, мы собрались на Б перезахватили и сейчас нам очки начнут капать. мы должны победить. Опять же фокусим хилов и по старой страте. Правда они сейчас вдвоем собрались. Наверное убить их будет сложнее гораздо. Про лор спрашивают игры. Он сильно ли пересекается с Аллодами? Пока что ну полурудность не очень много там ни комиксов ничего такого нет. Но тем не менее да вселенная Аллодская лор тоже Аллодский. Это пираты которые тусуются на задвор Астрала и борются за превосходство между другом. На сайте можно почитать более подробно. Естественно победа. Изи. так кто кто у нас там еще одна карта упала. Бэт артист бэт артист норм надамажил норм нахилил в режим поиграл бэт артист тащил в общем-то эффекты А я кстати плохо нахилил. Я смотрю у 12k. Посмотри, у тебя и у меня Очков режима сколько Мы с тобой все время на точке косились И нам за это накапало довольно много У тебя 14 саппортов Вот если посмотришь, кстати, вот смотри, сколько у тебя процентов 27% Это довольно большой, то есть из 7 игроков Ты на перформе 27% Скилл не пропьешь Да, да У меня вот, например, 26% по достижениям То есть у меня в достижении Целых две полоски Различно Так Сколько у нас там времени? Я думаю, будем потихоньку Закругляться 8 часов у нас Спасибо всем, кто Играл Почти всегда мы побеждали Где-нибудь в скором времени Вы получите свои бонусы 1000 рубинов Мы играли в пиратов Новую игру во вселенной Алоды от mail.ru Я обожил за меда Я бы сказал Аталот Steam Аталот Steam, хорошо Аталот Steam ОБТ Присоединяйтесь Побеждайте Покупайте новые кораблики Развивайтесь И увидимся На поле боя Всем чао-какао Спасибо за стрим Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому